Этих насекомых называют летающими цветами. Но берегитесь, внешность обманчива. Он ее взял в руки и закричал. Я услышала сильный крик. Они яркие и безобидные, но их замыслы коварны и враждебны. Она любит шерсть. Но если шерсти нет, она приспособится будет есть и шелк. Как? Проникнув в ваш дом, они начнут стремительно размножаться и поедать все на своем пути. Смотрим, летают какие-то мошки. Знаете, с такой скоростью, что даже не поймать. Они невелики, но чрезвычайно прожорливы. Если бы мы не боролись с ними, то они обрекли бы нас на голодную смерть. И подсчитано, что практически каждый куст смородины заражен стекляницей. Потери урожая до 80%. Внешне беззащитные и невинные. Некоторые бабочки могут лишить вас жизни, если вы решитесь взять их в руки. Такие ядовитые бабочки есть. Я думаю, что для человека, как говорят, многие ядовитые. Со строго биологической точки зрения, не все бабочки являются паразитами. Но они идеально соответствуют греческому смыслу слова паразит – сотрапезник. Они питаются рядом с нами, а иногда и нами. И то, как они это делают, близко к совершенству. Обычный летний поход на пляж закончился для Ольги и ее сына Платона визитом в больницу и долгим курсом лечения. Я отдыхала, загорала, а ребенок гулял и нашел где-то гусеницу. И как бы ему показалось это безобидное. Сдержать любопытство Платон не сумел и горько поплатился за это. Она прикольная такая была, волосатая. Но я почему-то думала, что она была пушистой. Схватил ее, а она будто раскаленная. Всего одного недолгого прикосновения к гусенице хватило, чтобы юный натуралист получил сильный химический ожог. У личинки нашлись способы постоять за себя. Да, да, вот была припухлость, покраснение. И как бы мы сразу поехали домой. Дома я ему наложила бальзам на руку, как бы все. Боль не утихала, а отек расползался на всю руку, хотя с момента контакта прошло больше суток. Интерес к природе обошелся дорого. Да, он жаловался, что рука у него болела. Ну, пришли, обратились к доктору. Доктор сразу сказал, что гусеница была ядовитая. И вот посоветовал нам антигистаминные и обезболивающие средства. Личиночная стадия бабочки, гусеница, не имеет крыльев. Не может убежать от врага, поэтому вынуждена защищаться от всякого, кто пожелает ее съесть. А желающих в дикой природе хватает. Поэтому способы защиты иногда весьма изощренны. Ну как же, птице вроде клюнуть, а тут ей в морду такое чудовище смотрит. Буквы вела хвост. Ну какая гусеница? Это надо на картинке смотреть, она вообще ни на что не похожа. Я вела эту гусеницу и боялся взять ее в руки. Некоторые гусеницы не ограничиваются пассивной защитой и при необходимости могут убить своего потенциального обидчика. И вот некоторые семейства, например, походных шелкопрядов, плюс, значит, слезневидки, лимокодиды. Вот, то есть если дотронешься даже случайно, то получаешь очень сильный химический ожог. То есть это очень болезненно и, прямо скажу, очень неприятно. Со мной несколько раз такое проходило. Они очень красивые, они прямо такие, ну вот так и хочется их потрогать. Вот, но нельзя их в руки брать. Каждая щетинка мохнатой гусеницы – это, по сути, полая игла, в основании которой находится железа, вырабатывающая яд, по силе действия сравнимой с токсинами некоторых смей. Вонзаясь в кожу, такой ядовитый шприц обламывается, загрязняя рану и вызывая риск воспаления. Но даже невинно выглядящие безволосые гусеницы полны неприятных сюрпризов. Голые гусеницы, ну, в общем, есть ядовитые гусеницы. Вот, это те гусеницы, которые, ну, в общем, питаются на таких, на растениях, которые содержат алкалоиды. Вот, например, папилеониды какие-нибудь. Я думаю, что птица, если ее сплюет, то будет, в общем, не очень приятно. Хотя я на вкус не пробовал. За свою жизнь бабочка проходит три стадии развития. Яйцо, гусеница, куколка и имаго. Взрослое насекомое. И на каждой ступени развития у нее есть чем защититься от опасностей внешнего мира. Но успешная защита – лишь одна из причин процветания этих насекомых. А в том, что бабочки процветают, сомневаться не приходится. Бабочки. Бабочки – это один из самых крупных отрядов насекомых. Вот, в настоящее время описано примерно 165 тысяч видов мировой фауны. Ну, это совсем, в общем, не такая приблизительная цифра. Эх вы, нелепо шагающие по земле прямоходящие мартышки. Даже подсчитать нас точно не можете. Это потому, что мы освоили Землю гораздо раньше и лучше вас. Когда ваши предки только робко спускались с деревьев, мы уже парили на планете и продолжаем делать это до сих пор. Бабочки освоили все климатические зоны – от тропиков до Арктики. За северным полярным кругом, где вы кутлитесь в теплую одежду, живет наша представительница – перламутровка полярная, которой не страшны холод и долгая зима. Вы думаете, мы неторопливо порхаем от цветка к цветку? Это не так. Мы стремительные летуны. Скорость некоторых бражников превышает 5 метров в секунду. Попробуйте винаться. Да, нам даже обогнать вас не надо. Мы просто превзойдем вас числом. Бабочка в среднем откладывает за свою жизнь тысячу яиц. И нас не смущает, что до 70% нашего потомства погибает, не достигнув зрелости. С нами не справишься запросто. Наша самая маленькая представительница – моль ацетозия. Размах ее крыльев всего 2 мм. А с самой крупной не всякая птица совладает. Крылья павлиноглазки Атласа раскрываются на 30 сантиметров. Ваши рыболепные друзья-собаки, которые так гордятся своим нюхом, даже сравниться не могут с нами. Самец шилкопряда распознает запах самки, если одна ароматическая молекула приходится на квадриллион молекул воздуха. И еще мы чувствуем вкус ногами. Именно там, в лапках, находятся наши рецепторы. Это вам приходится всюду тянуться своими короткими языками. И что, глупые приматы, чей организм совершеннее? История жизни и развития бабочки напоминает то ли детектив, то ли сказку с чудесными и немного пугающими превращениями. Начинается все с яйца. Единого мнения о том, как заботиться о потомстве, у бабочек нет. Есть группы, которые просто разбрасывают яйца в полете самками. Например, у тонкопрядов. Вот, то есть самка оплодоренная самка летит просто так, как они живут в почве, питаясь корешками растений. Она просто выбрасывает сотни тысяч яйца. Они очень мелкие, и там гусеница уже развивается. А другие виды – заботливые родители выбирают место кладки иногда даже с риском для жизни. Некоторые откладывают четко в место, где будет жить гусеница. То есть на молодые веточки, листочки там. Вот. Откладывают поодиночке, бывает, бывает, крупами, кластерами. Вот. Из гусениц через определенное время выводится гусеничка. Вылупившаяся из яйца гусеница – настоящий передвижной комбинат по уничтожению пищи. Ее задача – накопить как можно больше питательных веществ для дальнейших превращений во взрослое насекомое. Причем гусениц интересуют не только растения. Она может есть и то, что съедобным совсем не кажется. Они могут в личиночной стадии пожирать практически все, что только можно вообразить. Казалось бы, пчелиные соты, ну что менее питательного? Воск там в основном-то. Так вот, эта пчелиная огневка пожирает их с большим аппетитом. Прожирливость гусеницы поражает. Некоторые с момента выхода из яйца увеличивают свой вес в 200 раз. И все ради того, чтобы превратиться в куколку. Что именно происходит с гусеницей в куколке, ученые до сих пор точно не знают. Бабочки умеют хранить свои секреты. И, конечно, это чудесное таинство природы, как эта бабочка с своими чудесными крыльями, а как она помещается в этой куколке. Но я не раз наблюдал, как выходит бабочка со сморщенными крыльями, мокрыми, потом эти крылья постепенно отвисают, приобретают окраску. Ну, конечно, чудо. А программа метаморфоза, по-моему, до сих пор так и неизвестна, как это прописано. Из неподвижной куколки выходит бабочка. В этот момент она наиболее уязвима, ведь ни летать, ни прятаться от врагов она не может. Сперва нужно просушить и расправить крылья. Зато потом перед ней открывается небо. Бывшая гусеница смело взлетает. Правда, некоторые виды лишены радости полета. Есть бабочки, которых природа обделила крыльями. У мешочницы, то есть бабочки практически нету. Она вот живет прямо вот, как гусеница всегда. И вот, плюс некоторые волнянки. Тоже бабочка не выходит, прямо в коконе остается куколка. Вот, и выходит такой мешочек с яйцами. Самец подлетает, оплодотворяет ее. Тут же она яйца эти сбрасывает под себя. Кому-то история жизни бабочки действительно напоминает сказку. Но если разобраться детальнее, то сказка это для нас, людей, жутковата. Бабочки не так невинны, как можно подумать. Они ведут себя как настоящие захватчики. Скрытно живут в наших квартирах и уничтожают наше имущество. Да, ковер-то выкинули, а моль-то в наших шкафах осталось. И я стала находить шерстяные, изъеденные вещи. А некоторые готовы напасть и на нас самих. Ну, бабочки разные. Бывают экзотические, кровососущие бабочки. Но даже если бабочка не может нанести непосредственного вреда человеку, она вполне способна превратить леса в безжизненные пустыни. Вот, например, на Боробьевых горах, возле университета, практически все яблони уничтожены. Засохли полностью, высохли. От нашествия прожорливых личинок бабочек не застрахован никто. Им достаточно проникнуть в вашу квартиру, а что съесть, они найдут. Ей все равно, в каком санитарном состоянии помещение. Она может жить в элитной квартире, она может жить в бараке, где рабочие там какие-то. Ей все равно. Собранный нами урожай они считают своим. И чем припасов больше, тем многочисленнее их потомство. Подогневки. Они наносят очень серьезный ущерб нашим запасам терновым. Это проблема. Ученые признают, что бабочка – серьезный противник. Но на вопрос, как с ним бороться, лишь разводят руками. Ну, конечно, непарный шелкопряд и сибирский шелкопряд, которые вообще гектара леса просто выедают. И там непонятно, как бороться. Ирина всего лишь хотела оказать небольшую услугу своей бабушке. Но вместо этого впустила в свою квартиру целую орду не самых приятных нахлебников. Пару лет назад мы решили сделать ремонт в квартире у бабушки. Перевезли ее вещи на склад. Но некоторые, которые самые необходимые и любимые ею, да, мы взяли к себе. Очень она переживала за ковер. Ну, любила его. Мы его завернули в полиэтилен и поставили на боку. Именно там, в шерстяном ковре, и притаились пришельцы. Сперва они вели себя довольно скрытно, но вскоре явили себя во всей красе. Смотрим, летают какие-то мошки. Знаете, с такой скоростью, что даже не поймать. Стала приглядываться. Гляжу на балконе, вот их вообще море прям. Развернула ковер, естественно. А там, боже мой, там целый рой. В гости к Ирине заглянула плотяная моль. Небольшая, ничем не примечательная бабочка. Освоившись в ковре, она перекочевала в шкафы с одеждой, где попировала в волю. Да, ковер-то выкинули, а моль-то в наших шкафах осталась. И я стала находить шерстяные, изъеденные вещи. Взрослая моль не питается. У нее не развитый ротовой аппарат и кишечник. Зато гусеница ест прозапас. Ей сгодится в пищу и шерстинка, и шелковая нитка, и льняной лоскуток. Могут съесть даже щетинки зубной щетки, если они сделаны из шерсти животных. Подойдет любая ткань, где есть белок или кератин. Вообще есть такие насекомые, там, среди кожи диетов, среди молей, которые поедают то, что нам кажется абсолютно не сведомым. Рога, копыта, засохшие трупы. Почему? Потому что энергия там есть, а никто другой не ест. То есть они нашли свою нишу. И, кстати, моли с дома очень трудно вывезти, если она уже завела. Изначально Моль не интересовалась человеком и его жилищем. Но с развитием цивилизации перекочевала в наши дома и обнаружила, что они буквально созданы для нее. Ну, изначально она жила в гнездах птиц. Вот ласточки, воробьи, там много всего, и остатки перьев, и, в общем, ну, такой кератин, в общем, есть. Ну, а так как гнезда, ласточки, вот и квартира рядом, вот и они пришли в дом. И в доме оказалось намного лучше, нежели в природе, потому что тут можно размножаться круглый год. И живут они круглый год. Их несколько видов, не только плотиная. Если в обычном жилище Моль способна разве что расстроить владельца, проев любимую одежду, то для театральных костюмеров это заклятый враг. Моль попадает, но она отовсюду попадает. Может быть, от зрителя, от любого там. Она любит шерсть. Но если шерсти нет, она приспособится, будет есть и шелк. Она может съесть и хлопок. Может быть, она в этих условиях будет меньше размножаться, меньше откладывать яичек. Но тем не менее, она будет. Она выживает в любых условиях. Моль не признает художественной ценности театральных костюмов. Для нее это всего лишь пища. Она может жить в элитной квартире, она может жить в бараке, где рабочие там какие-то. Ей все равно. Ей было бы, что есть. И она очень любит, кстати, вещи, пропитанные потом. Вот эпидермис – это когда остатки кожи там она обожает. Но если вещь будет чистая, ей сложнее там будет прижиться, но все равно она там тоже может прижиться. Поэтому борьба по всему фронту. Мы привыкли думать, что взрослые бабочки питаются как сказочные феи – цветочным нектаром. В действительности рацион бабочек более разнообразен. И нектар – только часть ее диеты. С сахаром и углеводом бабочка предпочитает животный пилок. Поэтому даже знакомые всем капустницы и крапивницы с удовольствием попируют на луже с гниющей водой или даже трупе павшего животного. Ну, бабочки разные. Бывают экзотические кровососущие бабочки. Но это большая редкость. У нас таких нет. А, конечно, у бабочки чудесный хоботок удивительный, свернутый в спираль. В принципе, это все видоизмененные ноги. И вот у бабочки эти видоизмененные ноги изменились в такой чудесный скручивающийся хоботок, состоящий из двух половинок. И там специальные зацепки такие. Но все же больше ущерб нам причиняют не взрослые бабочки, а гусеницы. Опасность бабочки и мага лишь в том, что она способна доставлять яйца практически куда угодно. Летные способности позволяют. Полет у бабочек, конечно, такой, в общем, порхающий, в общем. Хотя летящий бражник, он там десятки километров в час у него скорость. Ты можешь сказать, что бабочки как-то все не очень хорошо летают. Нет. Прекрасно многие летают. Должны признать, в нашем роду есть свой предатель. Этот тутовый шелкопряд, тучное нелепое создание, утратившее способность к полету. Да, вы сумели прельстить его кормом и одомашнить. С тех пор он покорно вырабатывает для вас шелк. Мы его презираем. Но вот остальные бабочки предпочитают использовать вас, не торгуя при этом своей свободой. Восковые огневки с удовольствием живут в ульях, которые вы строите для своих пчел. Судьба пчел нас интересует мало. Пусть гибнут, лишь бы строили соты, которые будут есть наши гусеницы. А яблоневая стеклянница путешествует по всему миру вместе с фруктами и покорила уже все континенты благодаря вам. Спасибо за предоставленный транспорт. Хлопковым совкам, как ясно из названия, очень нравится хлопок. Из Средней Азии она перекочевала в Северную Америку, а теперь осваивается и в Австралии. Вы пытаетесь травить гусениц, но всего за три поколения совка вырабатывает стойкий иммунитет к любой отраве. Придумайте что-нибудь получше. Близкий родственник тутового шелкопряда, шелкопряд непарный, оказался нам неинтересен для одомашнивания. Шелк он вырабатывать отказывается, зато с удовольствием поедает молодые лесные деревья. Непарный шелкопряд и сибирский шелкопряд, которые вообще гектары леса просто выедают. А там же целый конвейер, потом краеда нападают. И там непонятно, как бороться. Но вот, скажем, в руководствах споры бактерий распыляют. Вроде бы как они человеку не вредны. Бороться с гусеницами непросто, потому что некоторые из них используют повышенные навыки скрытности. Они не сидят на листьях, покорно ожидая, пока на головы им упадет отрава. Например, яблоневые сады повреждаются стеклянницей яблоневой. Вот, живет гусеница под корой, и с ней бороться практически невозможно, потому что ее достать оттуда никак нельзя. А вот, например, на Воробьевых горах, возле университета, практически все яблони уничтожены. Засохли, полностью высохли. Потому что, в общем, деревня восстанавливается, выгрызает очень много. Вот, и потери урожая яблок очень серьезные. Яблоневая огневка – вредитель для наших широт привычный и знакомый. Но на помощь ей уже спешат экзотические пришельцы, еще более опасные и непредсказуемые. Вот где-то, наверное, с 2014 года, действительно, на южный берег, в общем, Кавказа, в районе Сочи, завезли самшитовую огневку. Она съела весь самшит. И не только на Кавказе, и в Крыму. Она и в Крым подалась, и в Крыму тоже съела самшит. Вот это, в общем, дерево такое серьезное, очень локальное, достаточно редкое, с ценной древесиной. Но теперь, в общем, не знаю, как его будет восстанавливать. Из-за потепления климата по всей планете в средние широты ринулись бабочки, которых раньше можно было встретить только в экваториальном поясе. И, прибыв, они обнаружили обильную пищевую базу. Поскольку естественных врагов на новых местах у бабочек-пришельцев нет, их численность уже побила все рекорды. Совсем недавно, думаю, что не дали, как пять лет тому назад, во-первых, привезли в район Сочи, опять же, бабочку из семейства Кастниит, которая живет, оригинально, в общем, происходит из Южной Америки, питается она пальмой. В Сочи пальму она съедает, и съедает полностью. И дело в том, что бороться с ней практически невозможно, потому что питается гусеница внутри ствола пальмой, и питается исключительно конусом нарастания. То есть пальма, у нее только единственная точка, откуда она растет, это сверху. Вот она все это съедает, и, понятное дело, пальма засыхает. Это вот в Сочи. В этом году ее тоже там поймали. Вот, значит, она уже там прижилась и живет. Кажется, что бабочки-вредители враг, не заслуживающий никакой пощады. Но если разбираться взвешенно, как и пристало людям, существам разумным, окажется, что их вины нет. Виноваты в основном мы сами, потому что совершенно безответственно обеспечиваем их кормом. А откуда берутся вредители? Конечно, я хотел, как бы сказать, пошутить, сказать, что вредителями не рождаются, вредителями становятся. Но хлопковая условка даже помыслить не могла, что мы посадим искусственно такие поля хлопчатника или помидоров. Она очень любит и хлопчатник, и помидоры, и сотни видов растений с одинаковым аппетитом пожирает. И, конечно, и среди миллиона видов насекомых, конечно, попадется какой-то вид, для которого нет ничего лучше, чем наши поля. Так что уничтожить всех бабочек, борясь с вредоносными видами, план не только невыполнимый, но и откровенно вредный для нас самих. Природа не зря сделала их столь совершенными. Нам придется изучать их, чтобы научиться жить бок о бок на одной планете. И остается только надеяться, что нас хватит для этого мудрости. То есть насекомые – это, понятное дело, пища для птиц, для грызунов, для присмыкающихся. То есть если мы хоть один вид уничтожаем, то, понятное дело, за собой это влечет довольно серьезные последствия. Какие конкретно, я точно не знаю, но если так вот посмотреть, то у нас все взаимосвязано. И какой-нибудь вот такой, даже элементарный там, убили капустницу, вот, а не выкормила пара скворцов своих детей, потому что не нашла гусеницы. Они погибли. Вот и дальше, дальше закрутилось. Мир существ, которые уже тысячелетия досаждают человеку, пугающий и таинственный. Мы испытываем перед ними ужас, но технологические решения, заложенные в них природой, вызывают также изумление. Без некоторых из них человеческая цивилизация не смогла бы развиться, при том, что многие из них представляют реальную угрозу человеческой жизни. Исследуйте наших нахлебников и паразитов вместе с нами.